Июль подошел к концу, а значит у меня на канале очередной обзор новинок российского технопрома. То есть легковушек, грузовиков, автобусов, специальной тракторно-строительной и прочей техники, которая запущена в производство в России в течение минувшего месяца. Итак, поехали. На сайте компании Тракс Восток Рус, но не в курсе, это официальный производитель и дистрибьютор грузовиков КамАЗ Компас, появились цены на их самую свежую версию, молотонашную, то есть на 3,5 тонны Компас 5, о котором я недавно выкладывал ролик. Самое интересное, что на бортовую модификацию, а также на промтоварные и изотермические фургоны цена одинаковая – 3 680 000 рублей. И здесь же сразу добавлю, что вскоре на рынок выйдет еще один новый Компас, а именно Компас 6, по ходовой части и силовой линии фактически идентичный Компасу 5, но с больше на 2 тонны полной массой. Линейку молотонашников развивает и компания Солерс. В дополнение к цельнометаллическим фургонам Атлан в серию пошли рамные шасси, на базе которых уже предложена бортовая версия со среднеколесной базой со 3 139 000 рублей, а также промтоварные и изотермические фургоны, ценник на которые, как и на шоу-дилеров, начинается, соответственно, с 3 449 000 и 3 699 000 рублей. Да, и теперь эти молотонашники будут оснащать российскими дизелями. Производство 2-литрового 130-сильного и 2,7-литрового 150-сильного 10 июля стартовало в Алабге на моторном заводе Солерса, где в прошлом изготавливали двигатели для российских автомобилей Форд. А у дилеров газа появился Валдай 8, который пришел на смену Валдаю Некст и принципиально отличается от него полной массой выросшей 6,7 до 7,5 тонн и оснащением новым, более тяговитым двигателем. Место Каминза в моторном отсеке занял 2,5-литровый дизель серии G, производство которого газ осваивает на собственных мощностях. По информации, что мне удалось обнаружить на гилерских сайтах, цены на Валдай 8 с европлатформой начинаются от 4 259 000, на промтоварный фургон от 4 287 000, а на изотерму от 4 601 000 рублей. Но это не все. В интернете всплывает все больше фотографий опытного газовского 12-тонного среднетоннажника, развертывание производства которого выглядит вполне логичным шагом, но никакой официальной информации об этом грузовике пока нет. Да, и у Газа еще одна новинка. На собственных мощностях он развернул выпуск автомобилей скорой медицинской помощи, и самое новое среди них на базе Газели НН. Но эта Газель НН не совсем обычная. Для повышения плавности хода ее задняя подвеска сделана пневматической, а шиновка задних колес здесь односкатная, что позволило заузить колесные арки, увеличив расстояние между ними, а значит, сделав просторный салон, что очень важно для медиков, плюс применение новой, прочной, легкомоющейся металлопластиковой мебели. Автоваз, чьи объемы производства с приходом лета резко рванули вверх, отчитался о небольшой, но важной победе. Восстановлено производство Лады Гранты с антиблокировочной системой тормозов, массовое производство которой по китайской лицензии запустило в Костроме компания Ителма. Годовая мощность двух сборочных линий – 800 тысяч блоков АБС, собираемых из китайских комплектующих с поэтапной локализацией до 80% к 26 году. Еще одна очень важная новость, касающаяся всего автопрома – в России с 1 августа увеличивается утилизационный сбор. Если посмотреть некоторые историчные комментарии, может сложиться представление, что нас в связи с этим ждет просто ценовой апокалипсис. На самом деле повышается не базовая ставка утилизбора, а коэффициенты их применения, поэтому само по себе это увеличение не столь уж большое и страшное. Подобный рост утиля скорее не провоцирует рост цен на автотехнику, а следует за этим ростом, у которого есть масса других причин. И уж точно нынешнее увеличение утилизбора не имеет ничего общего с наградительными мерами на ввоз зарубежной техники. Для этого нужно было бы поднимать не коэффициенты, а базовые ставки, и не на проценты, а в разы. Поэтому у планов громадья, которыми сейчас фонтанирует российский автопром, появляются хоть какие-то шансы на воплощение в жизни. А значит, об этих планах нужно поговорить более подробно и обстоятельно. Итак, Автоваз. Не нужно быть пророком, чтобы предсказать закат проекта электрического Ларгуса на Ижевском автозаводе, как, впрочем, и Ларгусу вообще. Поэтому теперь производственным мощностям Ижавта нашли новую загрузку в виде сборки кроссоверов китайской компании Донфинг. Вот нужно ли было ради этого громить в Ижевске уже отлаженное производство Весты? Предположительно, сборка Донфингов под маркой Лада стартует еще до конца текущего года. Скорее всего, это будет кроссовер. Но на замену Ларгусу по сообщению телеграм-канала Автопоток на Автовазе начали разрабатывать новый универсал повышенной вместимости, основой для которого должна стать Веста. Вполне возможно, под эту модель подкатят опытную платформу длиннобасной представительской Весты, которую во имя показали в Санкт-Петербурге. Кроме того, по сообщению Автопотока Автоваз дабы обеспечить российско-китайские новинки двигателями на линии, где раньше производились ниссановские HR-16, собираются локализовать выпуск китайского полуторалитрового турбомотора Джак мощностью 150 сил. Кстати, именно таким двигателем оснащают нынешние москвичи, то есть кроссоверы Москвич-3. Так что тут просматривается будущее сотрудничества и повышение уровня локализации последних. Более того, этот же двигатель понадобится и для еще одного москвича. Выпуск этого лифтбека под названием «Москвич-6» на возрожденном заводе планируют развернуть до конца текущего года. Серьезные планы по локализации российского производства и у китайского «Хавейл». Рядом с его сборочным заводом в Тульской области принято решение построить предприятие, которое будет штамповать кузовные детали и производить элементы двигателей, подвесок, тормозных систем, электрики и интерьера, что позволит повысить локализацию российских кроссоверов этой марки. Камский автозавод принял решение локализовать производство одного из наиболее значимых агрегатов своего флагмана КАМАЗ-К5. Речь идет о ведущем масте, который для довоенной версии тягача поставлялся немцами, а для нынешней версии – китайцами. С данной целью со второго квартала следующего года планируется начать закупки нового оборудования для обработки полуосей, поворотных кулаков, шаровых опор, САП, чашек дифференциалов и валов, которые будут использоваться при производстве мостов для грузовиков как К-5, так и старого К-3 семейства. Завершить проект создания нового производства мостов на КАМАЗе рассчитывают к 2030 году. От автозавода «Урал» тоже пришла новость о создании нового производства, но не агрегатного, а автомобильного, точнее автосборочного. Для этого на территории предприятия начали возводить новый сборочный корпус, которым организуют выпуск до 5,5 тысяч грузовиков в год. Это замечено в дополнение к уже существующим производственным мощностям, на которых сегодня делают в месяц порядка полутора тысяч «Уралов». В середине июля «Сольверс» объявил о приобретении 100% компании «Исузу Рус». Напомню, что у «Исузу» в Ульяновске действовал завод, где велась сборка широкой линейки грузовиков, данной японской марки. Так вот, «Сольверс» заявил, что перезапустит работу у помянутой производственной площадки. Но что на ней можно делать, помимо грузовых автомобилей? А ведь своих грузовиков, кроме молотонажников, у «Сольверса» нет, да и те уже пристроены по заводам. Единственный вариант, который здесь просматривается – договориться с кем-то из китайских производителей. Что касается новостей в сфере производства спецтехники, то я приведу две, на мой взгляд, наиболее существенных. Во-первых, Саранский завод автосамосвалов, будучи главным производителем самосвалов на газовских шасси, готовит к выпуску автоэвакуаторы. Недавно предприятие освоило эвакуатор на базе бескапотного Валдая «Некст», а теперь осваивает еще два на базе более грузоподъемного 10-тонного газона «Некст». Это будут машины, сломанные и со сдвижной платформой, причем первая уже проходит эксплуатационные испытания. Во-вторых, известный челябинский производитель промышленных тракторов ДСТ «Урал» собирается выпускать агротехнику. К производству готовится его первый сельскохозяйственный трактор FT-80. Это гусеничные машины массой 16,5 тонн, в базовой версии оснащенной дизелем ЯМЗ-536 мощностью 312 сил. Впрочем, моторный отсек адаптирован под установку 400-сильного ЯМЗ-7511 или 412-сильного ЯМЗ-652. Что ж, ход правильный. Если производство бульдозеров в стране падает из-за демпинга китайских конкурентов, то производство сельхозтехники, напротив, набирает обороты. И завершение. В июле в какой-то мере определилась дальнейшая судьба АМЗ – Алтайского моторного завода, который, будучи частью концерна тракторной заводы, последние 12 лет генерировал убытки, а после прекращения поставок из Германии в 2022 году отливок блоков цилиндров для выпускаемых двигателей и вовсе остановился. Теперь АМЗ выкуплен одним из алтайских предпринимателей, который обещал разработать для него новый бизнес-план. Что ж, посмотрим, что из этого получится. АМЗ. 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 Субтитры подогнал «Симон»!